Марио говорит по-русски. Правда? Что надо говорить здесь? Я очень устал. Ты работал много. Я уже работал много. И сейчас я... Саракель, Саракель, чао. Она не говорит по-русски, но по-испански. По-испански. Тебе в Москве понравилось? Много. Очень, очень. А культура тебе нравится, русская? А какой у тебя любимый русский писатель? Писатель Достоевский. Достоевский. Толстой. Читал, да? Читал. Молодец. Культура нравится, русская, да? И живопись. Спасибо тебе большое, Марио. Спасибо. Целую. Целую. Часы наши на две минуты отстают. Ну что ж, друзья, доброе утро. Дождь идет у нас. Я вас пока еще приветствую из нашего города, из Кинчана, Терми, из Тоскана. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, второй, третий каналы. Я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. Там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Цветы какие красивые. Прямо такого же цвета, как и мои кроссовки. И помпон на сумке. Сиенский автобус подходит. Наш с вами следующий. Черт бы их побрал. Господи, прости душу грешную. Значит, вчера была общенациональная забастовка. Ой, друзья, за этим следить не доследишься, потому что они хотят, предупреждают, хотят, не предупреждают. В общем, утром автобусы были. Я спокойно доехала до Кьюзи. Я села на свой поезд, который суперпунктуальный. И он добрался вовремя. Нет, 10 минут опоздания было. Добрался он до Рима. Там началась забастовка. Это я в своем вчерашнем видео показала. С большим трудом, с бомжихой. Я добралась до площади Венеции. Провела экскурсию. Добралась до Ватикана, пообедала. Подошла к метро. А там люди говорят, а метро только в 5 часов откроется. А у меня в 5.20 обратный поезд. Я беру такси. Поехала на такси. Вот сейчас вы посмотрите. 20 евро. У меня обошлась поездка. Транспорт закрыт. Забастовка до 5. В общем, забастовка до 5. Я потратила 20 евро, чтобы по этой пробке добраться до вокзала Термини. Грязь. Жуткая. Господи, боже мой. Такой красивый город. Засрали. Ой, бомжары. Бомжары. Со всех сторон бомжары. Это надо было вот так вот постараться, чтобы обосрать до такой степени самую красивую столицу в мире. Заслуга англосаксов и америкашек. Но только не людей простых. Ни в коем случае. Не людей. А тех, кто ими управляет. Приехала я на вокзал в Кьюзи. Все было достаточно вовремя. Нет, поезд тоже опоздал обратный. Минут на 10. Подхожу к автобусной остановке. Автобуса я понимаю, что его нет. И я смотрю по статьям. И там написано, причем статьи были написаны 11 часов назад. То есть получается, что они предупредили в день забастовки, что автобусов не будет. И я взяла такси. И вот имейте в виду и туристы в том числе, что у нас вот такси здесь очень дорого стоит. То есть из Кьюзи добраться до Кинчану я заплатила 40 евро. То есть в общей сложности я вчера я заплатила 60 евро только на такси. И вот пока мы ехали с таксистом, он рассказывал, что накануне, то есть это воскресенье, была забастовка железной дороги. Поезда приходили. Воскресенье. 60-80 минут опоздания у них было. Ни хрена себе. Ну, в общем, друзья, я хочу сказать, что это какая-то война между бедняками. Вот эти забастовки. Ну, что они добились? А я вам скажу, что они добились. Не работать еще один день. Смотрите, как они интересно здесь устраивают забастовки. Либо в пятницу, либо в понедельник. То есть таким образом даже, ну, не сами водители, а их администрация в первую очередь, они таким образом себе продлевают выходные дни. Вообще-то саботаж. Ничего они не добились абсолютно. Просто, чтобы не работать. Вот, друзья, подъезжаем на вокзал Термини. Веста, подъехать не может, потому что у них затор на въезде. Там же, знаете, как получилось, они проворовались на строительстве железнодорожных путей. Они отменили некоторые региональные поезда, ночные поезда. Например, был такой поезд Рома Термини, Львена Хау Банхоф. Ночной поезд. Кстати, я вот им ездила в Грац на чемпионат Европы по фигурному катанию. Потому что тот поезд, он делал остановку в Кенчана и потом в Граце. Они отменили, забили вот этими скоростными, а бы железнодорожных путей не хватает. Поэтому вот эти вот у них заторы, сбои происходят. Все украли. Ну вот, друзья, мы с вами возле Колизея. Сегодня у меня стандартный тур. Боженька, ну как же мне понравился вчерашний мой тур в капиталистские музеи. Совсем другое качество, совсем другой уровень. Ну вот, друзья, достаточно благополучно добралась до Колизея. Смотрите, у нас сегодня по летнему. Это вот как раз москвичам передаю привет, потому что знаю, что в Москве сейчас вот эти дни достаточно холодно. Ну ничего, все-таки лето уже не за горами. Значит, смотрите, какая здесь опять вот эта вот очередь. Это вот, скажем так, с туристической точки зрения Рим, он стал городом очередей. Я во вчерашнем своем сюжете рассказывала, и хочу повториться, что к большому сожалению вот этот вот массовый туризм, масса, которая получила возможность путешествовать просто за гроши, особенно это связано с европейцами, которые спят под мостом, спят там в мешках во всевозможных. И вот они создают вот эти вот очереди. Они знают только два места в Риме. Это Колизей и музей Ватикана. Все, больше ничего. И все остальные, у меня такое ощущение, они за ними бегут. Вы знаете, красный свет, да, все стоят, ждут, когда зажжется зеленый, а кто-то срывается с места, идет на красный, ну и там за ним кое-кто тоже. Несознательный побежал. Вот здесь происходит все то же самое. То есть люди в упор не хотят видеть, что в Риме имеются другие музеи, другие районы. Вот все равно они идут вот за этой вот толпой, которая больше ничего, я еще раз повторюсь, в этом городе не знает. Так, я поворачиваю сейчас спиной. Смотрите, вся вот эта очередь, они купили билеты у барыг и у спекулянтов. в два раза дороже. Они должны отстоять вот эту огроменную очередь, чтобы поменять ваучер на билет. Не факт, что они к своему расписанию успеют на вход, потому что как раз вчера с моими коллегами мы обсуждали вопрос, что когда билеты выкупались с опозданием на час, то есть могли турфирму оштрафовать за это или вообще не пустить. Все то же самое происходит с музеями Ватикана. Оставьте в покое колизей и оставьте в покое музей Ватикана для быдла массы, так называемый эконом, европейский туризм. Пусть они идут туда, так называемые вот эти вот прогрессивные люди, малообразованные. Оставьте для них вот это сооружение и оставьте для них музей Ватикана. Приезжайте в Рим, пожалуйста, капиталистские музеи. Это жемчужина. Получите огромное удовольствие. Теперь дальше. Пока я ехала... Позвольте, я надену очки, потому что все-таки солнце. Пока я ехала в метро... Вот смотрите, кто здесь продает эти билеты. Вот такие вот. Вот такие у них топ-менеджеры по продаже билетов в колизей. Что касается Ватикана, все то же самое. То есть пока я ехала в метро, сегодня вот нет забастовки, но они объявили, что в следующий месяц линия А частично будет закрыта. Вот что касается колизея, это линия Б. То есть им забастовок вот этих самых не хватает. Линия П, вот эта построенная мусулини, остается открытой. Хотя вот смотрите, здесь тоже такая вечная стройка. Это к юбилею. Следующий год юбилейный, 2025. А вот линия А, которая новая считается, она 70-х годов, она как раз это линия вот Ватикан. Они там строят новые, ремонтируют станции. Почему они это не делают ночью, я не знаю. По идее, должны делать ночью. То есть станции будут некоторые закрыты, и они будут предлагать наземный транспорт. Вы можете себе представить, что значит заменить вагоны метро, которые забиты, да, отказом, наземным транспортом? Как это вообще само по себе будет выглядеть? Это триндец. То есть они вообще об это, обо все не парятся. Вот я считаю все-таки, что Собянин, Собянин, за такие вещи он бы их отправил бы в Сибирь, елки стричь. Кстати, очень легко переводится на итальянский язык. Андар ин Сибири, апутар и абетти. Вот. И правильно бы сделал. Потому что, что произошло вчера, это вообще, конечно, жесть. Когда не работает общественный транспорт. Идите, набейте морду министру транспорта, если он вам не предоставляет нормальных рабочих условий. Что вы портите жизнь людям, которые вам ничего плохого не сделали? Которые платят абонементы, которые платят за билеты, которые платят ваши зарплаты. Они при чем? У них нет возможности добираться на своем личном транспорте. Они пользуются общественным. Нет. Значит, надо им мешать доезжать до работы. Видимо, они таким образом пытаются организовать вот этот вот рабочий коллаб, что никто не будет добираться до своих рабочих мест. А я вот хочу ехать на работу. А вот мне нравится моя работа. Я хочу работать. Мне плевать, что у них, у этих транспортников, не те рабочие условия. Мне просто плевать. Мне моя работа нравится. Почему я должна наказывать моих туристов, которые ни в чем абсолютно не виноваты, которые проделали такой путь для того, чтобы посмотреть Рим. Ну, в общем, сегодня что-то как-то я не в настроении. Хотя погода у нас в Риме хорошая. Не такая, как в Тоскане. В Тоскане сегодня идет дождь. Ну что ж, друзья, прогуляемся по городу. И в конце экскурсии мы с вами подведем, как всегда, итоги дня. Нравится? Нравится красиво. Да, видишь, какая панорама? Ну, у нас за римские форумы. Ну, у нас с вами будет лучше, когда мы поднимемся на Капиталистский хор, потому что оттуда еще красивее будет. Ну что ж, пошли. Ну вот мы с туристами на Капитулии. Капиталистский хор. Вон. Мои красавицы. Еще раз напоминаю моим подписчикам. Вот. Капиталистский музей. Вот там находится касса. Вот здесь вход. Очень красивая коллекция. Начинаете вот отсюда. Творец консерваторов. Потом тут подземный переход. Есть и таким образом вы попадаете в новую часть. Ну, вот мы возле фонтана Триви. Сегодня фонтан перекрыт. Спуститься к нему возможности никакой нет. Такая причина. Я думаю, что быдло сегодня будет мяч пинать. Слушайте, что-то сегодня у меня много раз повторяется это слово. Все, больше не буду. Но когда футбольные матчи, они перекрывают фонтаны. Потому что несколько лет тому назад это было на площади Испании. Там голландские болельщики. Фонтан лодки Пьетро Бернини. Они его облили краской, отбили носик. Консульство Голландии или посольство Голландии. Они даже не распорядились, чтобы дать денег на реставрацию. Поэтому боятся, что варвары полезут в фонтан, что-нибудь перевернут. А в результате нормальные люди, как мои туристы, они не могут подойти поближе и бросить монеты. Ну, что делать? Вот такие времена. Кукол Микеланджело, Святой Андрей, Лонгий, сотник Понтии Пилата, который проткнул Христа для того, чтобы облегчить его страдания. Там наверху, вот здесь считается, что находится наконечник от его копья. Хотя в Армении говорят, что в Армении. Я ни на какой версии не настаиваю. Кукол. И вот алтарь, где проходят утреннее и вечернее мессы. Вот так лучше видно. И там дальше могила Папы Александра VII Хиджи, который построил колоннаду на площади. Работа Бернини. Основа четыре женские фигуры. Это его положительные качества. И вот там же скелет, который вылезает из-под Попоны и показывает Папе песочные часы. Так, а вот эта фигура, вот, это правда, у нее под левой ногой находится земной шар. И там отсутствует территория Великобритания. Это из-за чего? Из-за того, что от католиков отделились протестанты. И вот Бернини, в Уходу Папе удаляет территорию под Лаханго-Саксом. Так, вот, мои туристы. Друзья, ну что ж, закончился еще один рабочий день. Слава тебе, Господи. Два дня последующих... Слава следующих дня свободные. 8 и 9. 10 числа опять за работу. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы увидимся в следующий раз. Спасибо. Спасибо.